всем привет привет рада вас видеть на своем канале сегодня мы с вами будем смотреть расклад который я назвала что будет происходить независимо от ваших действий будем смотреть пространство вариантов так что будет происходить время я не думаю нет наверное я не буду загадывать время вот а посмотрим в общем да чтобы происходить сделаем так что будет происходить внутри вас и что будет происходить во внешнем мире независимо от того как вы будете действовать да так посмотрим то есть еще и думаю параллельно вопросах так хорошо позиция номер один голубенький камешек смотрим единички что будет происходить помимо того как вы будете действовать независимо от вас независимо от ваших действий что будет происходить внутри вас сначала посмотрим потом в внешнем мире что будет происходить внутри вас восьмерка мечей такая не очень приятная ситуация говорящая о том что независимо от того что вы делаете внутри себя то есть какую бы информацию вы не получали чтобы вы не изучали внутри вас есть восьмерка вичей то есть какие-то ограничения какие-то установки которые не дают вам возможности двигаться дальше то есть вот здесь знаете как такое ощущение что вы очень много работаете до собой там что-то изучаете что-то может быть и следуете узнаете но чтобы чтобы вы не делали есть какой-то механизм вот так давайте скажу потому что это не одно убеждение а есть какой-то внутрь механизм внутри вас который периодически приводит вас к тому что вы упираетесь албом в какую-то в какую-то я не знаю закрытую дверь то есть есть какая-то череда неудач которые всегда приводят вас к тому что вы получаете подтверждение что чтобы я не сделал да что бы я не изучал как бы я не пробовал у меня все равно не получится либо я не знаю как выйти из данной ситуации то есть здесь как-то так очень интересно вот вы вроде бы стараетесь да что-то еще расскажу что-то там изучать что-то понимать в чем-то разбираться но есть как будто бы что-то такое больше вас которая насмехается и говорит знаете как она мает над маленьким ребенком да когда смотришь вот он берет мальчик в руки меч и начинает им махать и представляет что вот он там на войне вот там победил всех драконов и так далее всех плохих существ вот он победитель и вот взрослые наблюдатели смотрят за ним да и смеется потому что он понимает что это вот все игра то есть но это бессмысленно как будто вот здесь такое вот ощущение что независимо независимо от того что бы вы ни делали внутри есть какой-то такой знаете какая-то такая структура какой-то такой механизм устаканившийся который говорит о том что вот ничего не получится вот все как будто бы бессмысленно есть какие-то внутренние ограничения и это вот настолько знаете хочется сказать какой-то старый механизм что вот он как будто бы не знаю мне показывают как в часах бывают механизмы а это вот как будто бы вы вошли в какую-то башню с часами и вот вы видите вокруг себя какая-то комната и вы видите вокруг себя эти механизмы которые заросли уже паутиной ну вот они как работают знаете вот как это в фильмах ужасов иногда бывает такое заходишь какие-то механизмы вокруг тебя везде это паутины вот она как работала там я не знаю сто лет так и продолжает работать и на нее как будто бы повлиять невозможно вот здесь что-то такое происходит интересный такой момент что это подробнее покажите мне но вот это вот как-то связано как раз таки именно с самопознанием с девяткой пендакли с какой-то вот вашей устаканившейся жизнью здесь есть какие-то вот убеждения по поводу именно вашего развития возможно есть какие-то вот есть у вас какая-то определенная жизнь какой-то определенный образ который вот выборы выбрали да не знаю заяблого холостяка и вот внешне вы как будто бы можете там я не знаю показывать что да я ищу какую-то вторую пару мне нужно там отношения либо еще что-то это вы даже может входить на свидание кого-то там с кем-то знакомитесь но внутри вот есть вот этот вот механизм который говорит вот мне так хорошо вот в этой девятки пендакли у меня есть свое убеждение что мне никто не нужен но если ты считаешь да здесь как будто вот диалог вот как-то с самим собой что тебе что-то нужно я не против ты иди но знаешь что чтоб ты не сделал да все равно будет так как я хочу вот здесь какая-то такая какой-то такой процесс я не знаю с чем конкретно он связан но это вот как будто бы с вашей личностью то есть что бы вы ни сделали вот это вот структура эта система которая есть внутри вас она непоколебима она настолько укоренилась внутри вас что ее просто так изменить не получится мне хочется покопаться посмотреть а что можно сделать чтобы изменить ну здесь вот какие-то убеждения по поводу тройки мечей да страдания есть у вас какие-то не знаю может быть какая-то внутренняя потребность страданий и вы вот что бы вы ни делали осознанно вот этот вот сценарий бессознательно все равно будет притягивать вашу жизнь ситуации в которых вы будете страдать они могут касаться разных вещей и объем вот этих страданий он может быть от большого до самого маленького что вот я не знаю как-то идете из одной комнаты в другую ударились и больно да и вот вам больно вам жалко себя блин как я так ударилась и вот но все равно это тоже своего рода страдания то есть вот какой-то такой механизм здесь как будто бы вам нравится вот здесь даже не то чтобы нравится вы уже настолько привыкли каким-то страданиям каким-то слезам каким-то переживанием вот это вот внутренней боли да здесь какой-то вот получается уже прирожденный не врожденный а прирожденный приобретенный уже стал вам настолько близким вот этот вот в своей некоторой степени мазохизм да вот это вот драматизм что что бы вы ни делали его как будто бы искоренить не получается почему то есть в другом русле сейчас идет расклад но я иду за раскладом потому что у меня нет готовых вопросов мне просто тогда интересно будет поисследовать о чем здесь речь а здесь речь идет о любви вы как будто бы вот через это все должны прийти то есть вот этот механизм сможет разрушить только любовь и вы вот через этот механизм должны прийти именно к любви к любви к настоящей любви к себе к настоящему свету к источнику то есть вот это знаете как мы говорим безусловно любви к себе что вы любите себя не за что-то а вы как будто бы просто аккумулируете в себе вот эту вот любовь вот это вот красоту внутреннюю какой-то то есть здесь получается так что вы должны прийти к тому то есть этот механизм можно как-то изменить только в том случае когда вы увидите вот эту вот на самом деле что есть внутри вас вот эта драма трагедия которую постоянно проживаете и она стабильна внутри вас чтобы вы в какой-то момент как будто вы знаете пробудились и сказали что я так больше не хочу я хочу жить именно вот в любви да потузу кубков я не хочу больше страдать вот в этом как будто бы одиночестве то есть на самом деле что это не одиночество а это вот либо непонимание себя других либо меня никто не понимает то есть вот в этой какой-то драме вы должны прийти именно к любви я не знаю как вам это объяснить вы должны как-то вот пробудиться раскрыть в себе вот эту любовь раскрыть в себе вот этот свет вы должны его ощутить каждой клеточкой и это знаете это как будто бы это будет какой-то мистический опыт для вас вы к этому должны прийти это не то что вы делаете какие-то там упражнения практики или что-то и вы к этому придете нет а вы как будто бы к этому должны прийти через какое-то глубокое осознание не знаю как какой-то инсайт вот что-то должно вас огорошить как-то а настолько глубоко задеть вашу душу что она как будто бы пробудиться и начнет светиться и она вам покажет что он что вы есть этот свет здесь какой-то такой мистический опыт идет и он не его как будто бы нельзя как бы так сказать пробудить воссоздать технически это должно произойти естественно иногда это бывает так когда мы как-то вот начинаем рассуждать да в таком расслабленном состоянии допустим рефлексировать как-то о своей жизни и нам приходит вот этот вот свет вот этот инсайт когда мы говорим я понял и вот как-то вот это вот знаете завораживает что блин вот оно дошло до меня и вот когда вот это вот происходит потом начинается вы начинаете действовать по-другому и ваша жизнь меняется то есть здесь на самом деле речь идет о том что бессмысленно как-то менять себя извне через приобретение там я не знаю каких-то знаний либо что-то то есть поэтому здесь говорится по восьмерке мечей что не важно что вы будете делать во вне какие действия это должно прийти не знаю то ли вы созреть должны то ли вот хочется сказать время должно прийти и это не просто время должно прийти а вы как будто бы совершаете совершаете какие-то поступки потом происходит какое-то разочарование вы как будто бы не знаю сдаетесь вот вы сдались в тот момент когда вы сдаетесь у вас приходит принятие и вот через это принятие оно как будто бы меняет внутри вас вот эту структуру и вы видите эту любовь то есть это не то что вам извне будут говорить о том что надо себя любить надо себя ухаживать это вообще как будто бы вот в вашем случае это не будет работать это не про это это техническое оно не будет иметь долгосрочность и здесь про тузу кубков говорится о том что вы должны увидеть этот источник божественной любви внутри себя его технически невозможно как-то увидеть и это даже не про медитацию это не то что вот вы как-то там не знаю много лет медитируете доходите до какого-то уровня когда вы к этому приходите велика вероятность что такое тоже может быть но здесь вот нет по ощущениям какой-то какой-то другой путь это вот когда я не знаю что-то должно какой-то тублер в вашей голове должен переключиться когда к вам через голову придет это осознание потому что ваша голова она не пускает она не дает этому свету пролиться он есть внутри вас но у вас нету коннекта с ним нету связи вот есть как-то вот вы ждете от ума и возможно где-то от ума вы понимаете что есть существование этого света но в этом как будто вы совершите раскопки но еще не дошли до до этой до этой глубины что ли до этого источника это какой-то вот бездонные колодец да вот вы смотрите 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 в него но вы как будто бы не видеть свет но при этом вы знаете что он есть вот чтобы вы не делали вы как к этому свету не можете прийти почему потому что здесь как будто бы знаете ощущение того что вы смотрите на это через призму физического мира а вам надо здесь по-другому надо смотреть ни глазами надо смотреть не головой это надо понимать не когда не через здесь здесь какая-то тонкая вот пелена между тем что вы можете к этому прийти это вот настолько близко и одновременно это далеко от вас вы к этому сможете прийти как будто бы не знаю надо не то что по другим углом смотреть надо как будто бы хоть сказать из другого измерения смотреть то есть если вот вы находитесь например в 2d в двух плоскостях где есть только длина и ширина то вы никогда не сможете познать что есть еще и 3d да то есть есть еще и высота есть еще другая величина вам нужно стать этой величиной и тогда вы сможете уже не из точки 2d из точки 3d посмотреть на 2 и тем самым вы примете что да есть еще что то то есть вам как будто бы какой-то скачок надо сделать для того чтобы это увидели мне очень сложно сейчас объяснить вам это словами но я знаю что есть отклик вашей душе и вы как будто бы понимаете о чем это но прийти еще к этому не можете поэтому я сказала что здесь вопрос времени но это не значит что вы просто должны сидеть и ждать вы все равно должны искать этот способ потому что когда вы ищете он придет к вам когда вы не ищете этого не будет но до тех пор пока вы не придете к этому тузу кубков вы будете в тройке мечей вы всегда будете аккумулировать себе вот эту вот драму вот эти вот переживания боль и вы будете смотреть на этот мир через здесь как будто бы знаете речь идет о мировоззрении то есть вы смотрите на мир через то что вот развитие это через боль через страдание через утрату это является частью нашей жизни это реальности вы в это верите и вас как будто бы дальше вот этих ваших знаний и это видение мира не пускает а но я не хочу сказать что это иллюзия потому что вы это верите и это редко это настолько реально для вас что даже если вам говорит что это люди вы все равно бы не поверили а здесь как будто бы присутствует не не реальность альтернатива то есть какая-то альтернатива другого мира 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 любви мира света мира какого-то такого я не знаю что-то такого божественного то что вот знаете как дух захватывает вот иногда смотришь на что-то на какую-то красоту я не знаю на природу и аж дух захватывает или вот вы находитесь на вершине какой-то там горы но на высоте смотрите вниз дали вот этот вот горизонт перед вами открытый и вот аж дух захватывает вот здесь вот об этом и вы понимаете когда вот вы смотрите вот с такой точки зрения да допустим либо с этой высоты там я не знаю горы и вот перед вами открытый горизонт и внизу там деревья и небо и вы понимаете вот какой-то вот масштаб для чтобы намного больше чем просто человек это состояние захватывает дух и вот через эту призму вас начинают происходить какие-то инсайты вы понимаете что мир это не только вот эта вот материя да и обыденность которой мы проживаем а мир это это жизнь это что-то намного больше это что-то такое божественное что и невозможно описать словами потому что это нужно проживать вот о таком состоянии я говорю я даже забыла вообще о чем вопрос хорошо я задавала просто будет происходить помимо ваших действий внутри вас вот вам как будто бы показали к чему нужно стремиться к шла во внешнем мире на бытовом уровне что будет происходить помимо того что вот вы делаете так оно должно быть во внешнем мире будет аркан умеренность во внешнем мире все будет идти так как должно идти своим чередом то есть вот внутренний процесс ваши какие должны эти они так и будут идти то есть внешне будет казаться что ничего не меняется что то обыденность которой вы привыкли она такое будет что все как будто бы так знаете течет своим чередом вот кого-то по жизнь это действительно как река вот она течет и на нее ничто не может повлиять на вот она как было так она и есть Откуда она берет свой источник из внутренних подземных вод. Она так и будет. До тех пор, пока эти источники будут существовать, она и будет сечь. Здесь идет такая умеренная, размеренная жизнь, спокойная. Ничего такого особого происходить не будет. Иногда вам будет казаться скучно, что ничего не меняется. Во внешнем мире, на самом деле, реальность, она такая. Реальность, она по аркану умеренности, она нейтральная. То есть деревья как есть, так и есть. Вода как есть, так и есть. То есть горы как есть, так и есть. Ничего не меняется. Меняется восприятие. Я не говорю о том, что это все статично. Это тоже развивается. Но меняются... Вот горы, они как были, они такими останутся. Но ваше восприятие гор, оно может измениться в зависимости от вашего внутреннего состояния. Если вы наполнены красотой, горы вам будут казаться магическими, придающими какую-то силу. Что-то такое, не знаю, мистическое, сакральное, очень мощное. Если вы будете находиться в негативном каком-то упачечном состоянии, вам горы будут казаться какой-то тяжестью, грузом. Но горы при этом, они остаются горами. Но восприятие ваше меняется. Вот жизнь, по сути, в данном случае, она будет такая, нейтральная. Она будет происходить, все будет происходить так, как происходило до этого момента, независимо от того, что у вас было в жизни. По умеренности, по размеренности. Но при этом, вот какие-то внутренние процессы, они все равно идут. Просто это все идет настолько медленно, что у вас есть вот это вот ощущение, восприятие, что все тянется и ничего не меняется. Вот как-то так. Интересная была первая позиция. Внутри вас что-то должно произойти. Пока внутри вас это не произойдет, во внешнем мире я не вижу, что были перемены. Ставьте себе цель, стремитесь вот к этому тузу кубков. Я не знаю, как вам подсказать, что можно сделать, чтобы прийти, вот какой путь взять, чтобы прийти именно к этому состоянию. Но однозначно, когда вы к нему придете, вы меня вспомните. Это будет что-то незабывающее. Это вот какое-то, я не знаю, такое ощущение, что вас разрывает изнутри, потому что ваша плоть, она настолько маленькая, что она не вмещает вот эту вот божественную любовь. И хочется как-то занять больше пространства. Это необъясуемо. Я вам желаю испытать, и потом вы посмотрите, как изменится ваша жизнь. Так, двоечки. Смотрим вас, да. Что будет происходить, независимо от ваших действий. Вот внутри вас, независимо от того, что вы делаете. Вы будете мечтать, да. Независимо от того, что происходит. У вас по семерке кубков есть какие-то мечты, есть какие-то фантазии, воображения. Вот в этом хочется сказать, знаете, продолжайте делать. Иногда говорят, что фантазии, они ни к чему хорошему не приводят. Да, но вот в этом я вижу именно для вас какую-то отдушину. Вот вы как будто бы отдыхаете, наполняетесь вот в этих состояниях, в этих грезах, в этих мечтах, представлениях. Вот происходит какое-то, знаете, исцеление. Есть ночь, когда мы спим. И сон нужен, по сути, не нашему уму, а он нужен исключительно нашему телу, для того, чтобы восстановились процессы. Вот здесь примерно, как будто бы, я даже не знаю, это ваша душа или что. Что-то внутри вас имеет вот эту потребность в мечтаниях, в этих фантазиях, в каких-то грезах, раздумьях. Ну, не каких-то тяжелых, а вот что-то такое приятное. Здесь энергия в семерке кубков, она не обманчивая, она какая-то легкая, она воздушная. Здесь идет какое-то парение. Знаете, как бабочка. Вот она очень легкая такая, и вот она парит. И, не знаю, здесь хорошо на душе. Я не могу как-то объяснить по-другому, но здесь становится однозначно очень хорошо на душе. Поэтому здесь вам это нужно. Что еще будет происходить внутри вас, независимо от ваших действий? Королева Пентакли. Будет происходить, знаете, вот какая-то потребность, либо вас в заботе, либо вас, чтобы вы заботились. Будет происходить какая-то верность, преданность, может быть, каким-то поступком, действием, может быть, каким-то идеалом, может быть, каким-то людям. королева кубков королева пентаклей она говорит в данном случае о знаете образе такого состоявшегося человека до который не знаю он живет именно в любви с миром не с людьми я не вижу чтобы здесь были люди я вижу по крайней мере внутри вас есть вот какая-то любовь именно к природе любовь и забота к животным знаете вот как образ какой-то бабушки такой добрый мягкая с теплыми горячими руками глазами искрящимися и улыбкой вот что-то такое доброе ведь хочется сказать вот это вот доброта невзирая того что вы делаете она будет всегда оставаться внутри вас желание кому-то помочь желание о ком-то позаботиться окутать вот именно вот этим удобством комфортом уютом вот это вот все есть внутри вас это это не то чтобы какая-то ваша потребность а это как будто бы вот ваша природа что ли это ваша суть невзирая того чтобы вы не делали это всегда останется вас это вот очень важная какая-то изна составляющая часть вас вот это вот доброта доброта тип вот не идет тепло и добро и при этом это легко это вот это не то что гипер забота либо опека нет а здесь такое знаете вот какой-то домик мне показывают деревенский вот эту бабушку утром стала налила молочка кошки она пришла оплакала пошла там я не не знаю кур покормила и вот как будто бы какая-то знаете рутина но она не в напряг она очень-очень приятная она выражает заботу что найти там козу подоила и вот как будто бы спрашиваешь да вот эту бабушка тебе это не надоело и она говорит а если это не если если не аж прям трогай до слез если это не я то кто это сделает да то есть и потому что мне вот показывает какой-то диалог до более молодого человека с этой женщины говорит давай я тебя заберу допустим в город в какой-то вот ну не знаю тепло удобства зачем тебе там дрова печь колоть там печь зажигать ну то есть есть комфорт более удобный там туалет например в доме они на улице и вот как будто бы эта бабушка она отвечает и говорит о том что а ты знаешь а я так привыкла это моя жизнь то есть вот мне вот это вот ваших комфорт и уют городской он будет мне чушь и я как будто бы зачахну то есть вот в этом вот в этом то что я живу в деревне ухаживаю там за животными вот в этом образе жизни в этом есть моя суть в этом есть мои корни в этом есть моя природа это есть я не будь этого и не будет и меня то есть вот здесь вот прям про это очень очень глубоко что-то замерзла я так хорошо что будет происходить то есть вот это вот будет внутри вас что будет происходить во внешнем мире независимо от того что вы будете делать а внешний мир будет какой-то лабиринт независимо от того что вы будете делать мир для вас он будет непонятным это будет какая-то загадка это как знаете какой-то квест вот комната с преодолением каких-то трудностей сложностей то есть независимо от того чтобы вы не сделали для вас внешний мир это луна это потемки это что-то такое непонятное два великих аркана вы были аркан перерождение то есть мир он как будто бы будет вот знаете сменяет день-ночь день-ночь то есть что-то такое непонятное туманное она будет отмирать она будет как будто бы перерождаться что-то новое будет происходить во внешнем мире какие-то перерождение но они не будут касаться вас и аркан мира вот здесь такое ощущение что мне показывают независимо от ваших действий вот мир каким он был вот такими останется то есть будет происходить все процессы которые должны происходить вот и внутри силы на них как будто бы повлиять никак не можете интересно так здесь смотрите как получается что внутри вас вы не можете поменять свою природу что во внешнем мире вы как не как-то не можете ну вот повлиять на на этот мир и когда я говорю внешне это вот все что вне вас но мне здесь показывают как-то более масштабным не показывают вообще полностью мир здесь не только люди люди это какая-то часть составляющая этого мира здесь кого-то более глобально показывают именно вашем случае хочется сказать что независимо от того какие вы действия делали вот все как должно быть она так и будет и это с одной стороны есть какой-то вот такое позитивное послание для вас что не надо заморачиваться и переживать в том что вот я что-то сделал как-то неправильно либо не принял какое-то решение то есть вот знаете мне хочется сказать что те решения которые вы принимаете вот то что вам кажется что вот вы как-то на что-то влияете либо что-то делаете а может быть заморачивайтесь циклитесь на чем-то она бессмысленно она имеет смысл только для вас то есть внешний мир потом какой был такой остался вот как что должно произойти она так и будет кому-то может показаться что в этом есть какая-то безысходность да ну что типа я прикладываю прикладываю усилия от чего это не даст никаких результатов здесь не совсем про это здесь про то что как будто бы идет подсказка вам воспринимать этот мир намного проще не заморачиваться не получилось ничего страшного идите дальше что вот это вот как будто бы знаете это ваша игра вы как дети играют да там я не знаю девочки одевают куклы по крайней мере раньше сейчас я не знаю во что дети играют вот но когда мы раньше играли в куколок мы например как девочки нам нравилось как-то одевать прихорашивать там расчесывать волосы там не знает цветочками как-то украшать сделать венок для кукол то есть делаешь это и получаешь от этого удовольствие не потому что кукла красивая а потому что тебе процесс нравится это получаешь удовольствие от этого не хочешь и не играешь то есть это вот вот как будто бы для для вас самих все что вы делаете в этом есть значение но вот именно для вас для мира как будто бы это не имеет никакого значения вот здесь не знаю может быть кого-то сейчас это разочарует, то, что я говорю, но я вижу почему-то позитивное в этом. Я не вижу негативное. Почему? Потому что, возможно, вы, еще раз скажу, слишком заморачиваетесь по поводу того, что скажут другие, как на вас посмотрят, как отреагируют, как будут продажи. Здесь вот слишком много значения идет внешнему миру. А на самом деле здесь как будто бы говорят, что вот эта вот декорация внешнего мира, в котором вы проживаете, она имеет значение как будто бы только для вас. Не будь вы это делать, ничего в мире не поменять. Как было, так и останется. И позитив в этом заключается в том, что иногда вам не надо переживать. То есть вот эти ваши переживания, расстройство может, какое-то негодование. Оно бессмысленное. Почему? Потому что как должно быть, так и будет. И в этом и есть подсказка позитива, что воспринимайте мир проще. То есть, ну, не заморачивайтесь. Иногда бывает так, знаете, вот пример приведу. Вы готовитесь к какому-то празднику, я не знаю, торжеству, и вот вы переживаете, как бы украсить красиво стол, да, чтобы там салат смотрелся как-то красиво. Пироги печете, торты делаете, чтобы это вот все было красиво, эстетично. А приходят люди, и они на это не обращают внимания. Они даже не замечают, что вот, я не знаю, вы какой-то салат там украсили, из свеклы сделали розочку, да, либо там из морковки сделали тоже еще что-то. То есть для вас это было красиво, вы в это вкладывали любовь и внимание по королеве к педакли. А человек пришел, я не знаю, даже ваш муж, да, вот вы приготовили, накрыли на стол, а он поел, и он даже не понял, какой вкус, не то, что не обратило внимания на то, что вот вы украшали. И вам от этого становится как будто бы горько, как, ну вот я столько сил прикладывала, а ты это не оценил. Здесь вопрос не в том, что оценивает этот человек или нет, а в том, что то, что вы делаете, вы это делаете для себя, потому что в этом есть ваша потребность. И вот не надо здесь заморачивать, то есть хотите сделать, сделайте, не хотите делать, не делайте, а так будет вам проще жить. Это на мир, это никак не повлияет, то есть те моменты, которые должны будут остаться в прошлом по аркане перерождения, они останутся. Те вопросы, ситуации по аркану вселенной, это альтернативный аркан мира, вот знаете, как говорит глаз, глаз Шивы, это вселенная, вот он когда закрывает его, вселенные, галактики, они разрушаются, открывают, и галактики новые появляются. Вот здесь примерно то же самое, то есть все то, что должно произойти, оно произойдет, вы на это повлиять не можете. Единственное, что вы влияете, это на ваши отношения. Поэтому здесь как будто вот это вот, не знаю, я чувствую здесь позитивно, если кто-то считает, что то, что я говорю, это как-то вот негативно, ну типа утопическое, либо может быть, ну дает состояние безысходности, то я могу сказать, что здесь нет, здесь наоборот, знаете как, зачем зря переживать, хочется сказать, вот зачем зря переживать, вот все будет так, как должно быть. Там не знаю, опаздывайте, например, на работу, и вы волнуетесь, переживаете, вы как будто, не надо, не надо. Если опаздываете, значит так и нужно. Примите это, и идите спокойно, не торопитесь, не бегите. Так или иначе, вы опоздаете. Какая разница, на 5 минут, на 10, на полчаса, вы все равно опоздаете. То есть, если нужно будет, чтобы ваш, там, я не знаю, хозяин у вас как-то так, ну накричал, не знаю, что-то сделал, какое-то замечание, вы надо все равно сделать. Не важно, это через 5 минут, через 10, через 15, но при этом, вы сэкономите, вот, свои нервные клетки, понимаете. Может быть, в этот процесс, вы все равно опаздываете. Пойдете намного медленнее, заметите какую-то, я не знаю, красоту природы, как-то наполнитесь, и, по крайней мере, ваше настроение изменится, вы не будете уже так нервничать. Вот здесь какой-то такой посыл идет, вот про такой позитив я имею в виду. Да, интересно, на самом деле, я как будто бы, знаете, не предполагала, что в таком ключе пойдет расклад, как обычно, да, знаете, вот я как-то, у меня идея в одного, а второй мне начинает рассказывать что-то свое, и такое чувство, что я как будто бы на это повлиять не могу, действительно. Так, а третья позиция, троечки, смотрим, что будет происходить, независимо от ваших действий, сначала внутри вас, потом вовне. Прошу прощения. Внутри вас будет происходить отшельник. Знаете, вот, независимо от того, какие действия вы совершаете, вот как вы будете что-то искать для себя, как вы будете искать ответы, как искали ответы к какие-то вопросы, как о чем-то размышляли, о чем-то созидали, что-то новое там придумывали. Вот как это было внутри вас, независимо от того, что вы делаете, это так и останется. Как есть вот эта вот внутренняя потребность, как-то больше акцент делать на себя, на поиск внутри себя, так он и останется. То есть, как бы вы ни хотели, вы к этому все время будете возвращаться. Даже если, для меня это вообще удивление, сегодня вообще весь расклад для меня удивление, потому что, опять-таки, последние расклады показывают всегда, что тройки такие активные, но что-то происходит, и вот эта вот огненность, она постепенно превращается в кубковость, в чувствительность. А сейчас здесь появился отшельник, это вообще не свойственно для вас, по крайней мере, для третьей позиции. Если бы это было в первой позиции, я бы сказала, что да. Отшельник здесь говорит о том, что независимо от ваших действий у вас будет какая-то вот эта вот потребность интровертности, узнать, узнать то, что, не знаю, не видно на первый взгляд, либо желание какого-то уединения, либо желание разобраться в чем-то, как-то копнуть намного глубже. Что еще будет происходить, независимо от ваших действий. Императрица, с чем я вас поздравляю? Внутри себя, если вы смотрите, что вы женщина, вы есть императрица. Поэтому не ищите ее внутри, либо не надо как-то, не знаю, совершать какие-то действия, что-то изучать. То есть арканы показывают, что вам может казаться, что вот вы что-то в себе раскрываете, что вы хотите стать какой-то там императрицей, для этого надо совершать какие-то действия. Ничего не надо делать. Это уже есть внутри вас. С чем я вас и поздравляю. Императрица, она уже внутри вас. Вам нужно только с ней познакомиться. Увидеть это, что вы уже такая. Если меня смотрят мужчины, то здесь речь идет о том, что независимо от тех действий, которые вы хотите, совершаете, внутри вас всегда будет вот этот вот поиск, этой важной, главной женщины. То есть во внешнем мире вас могут окружать достойные женщины, но вот вы не будете видеть в них ту самую. Почему? Потому что здесь как будто бы вот эту вот ту самую вы ищете внутри себя. Возможно, это женская часть вас, и вы ищете как бы ее раскрыть. То есть очень много вот каких-то мужских качеств у вас, и не хватает вот этих вот женских для баланса, для гармонии. Либо есть вот этот вот поиск, я не знаю, ищите вот эту вот самую идеальную. Удивительный расклад. Что еще будет происходить, независимо от ваших действий внешних, внутри вас? Вы будете стремиться к мастерству. Восьмерка Пентакли, вы будете стремиться... Знаете, такое ощущение, что как будто бы внутри вас есть какой-то устаканившийся образ жизни, и как бы вы его не хотели изменить, и что бы вы не делали такого особого, вот внутри вас есть какие-то ритмы, есть какие-то процессы, которые будут происходить, что бы вы не сделали. Есть у вас понятие мастерства. Вот кто такой мастер? И насколько бы вы не достигли этого уровня, вы его никогда не примете, потому что внутри вас есть вот эта вот идеальная картинка, образа. Вот какой-то кумир живет внутри вас. И вы все время к этому стремитесь. С одной стороны, это хорошо, потому что это как-то, знаете, какой-то, вот я не знаю, маяк, ориентир для себя, для своего развития. А с другой стороны, в этом есть и негативный момент, что вы как будто бы никогда не примете в себе вот это вот мастерство, вот этот профессионализм, ну потому что вы как будто бы, знаете, это какая-то вот утопия, да, в вашем понимании, что это вот как-то недостижимо, но это уже есть внутри вас. То есть здесь какой-то очень глубокий этап, даже не этап, а что-то такое есть вот очень глубоко внутри вас, которое уже существует. Вот то, что я сказала по императрице, не ищите это внутри, вовне. Это и есть внутри вас. То есть здесь как будто бы это признать надо, я не знаю, признать свое мастерство, признать свой статус. Такое чувство, знаете, что вот вы куда-то суетитесь, бежите вовне, что-то стараетесь, получаете какие-то регалии, признание. Ну вот это вот какая-то такая мишура, которая говорит о том, что, не знаю, как будто бы какой-то мудрец сидит внутри вас и говорит, я не буду тебя разочаровывать, говоря тебе о том, что вот то, что ты ищешь, уже есть тебе, ты его уже нашел. Ну вот вы как будто бы, знаете, вот держите вот это вот что-то такое драгоценное в своих руках, какой-то алмаз, и вот вы идете, я не знаю, по базару, и вы ищете этот алмаз. И причем вы еще разговариваете с продавцами и говорите, какой я алмаз хочу, а вы его уже держите. Но вы это не видите. Вот здесь какая-то такая картинка. Я даже не знаю, как вас направить на что, чтобы сказать, что вы это заметили. То есть независимо от того, что вы делаете, вы уже мастер. Смотрите, восьмерка пендаклей, отшельник, да, это про мудрость, это про учительство, это про наставничество. Восьмерка пендаклей говорит о мастерстве, о человеке, который долгое время кует эти пендакли, и он получает при этом от этого удовольствие. То есть вот это вот однообразие, с одной стороны, оно оттачивает мастерство, а с другой стороны, оно продолжает приносить ему удовольствие. И выпадает императрица. То есть вот этот вот идеал самодостаточности в женском образе. и мудрость, и опыт, и знания, и профессионализм, и статус. Все есть. Вот здесь такое ощущение, что независимо от того, что вы не делали вовне, это внутри вас уже есть. Здесь возникает вопрос, а зачем тогда вы вообще что-то делаете вовне? В плане достижения. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы стремитесь к тому, что я сейчас описала. А карты мне показывают, что это уже есть внутри вас. То есть вот как будто бы вам говорят, ну иди поиграй. Хочешь поиграть вот в эту игру поиска себя, там узнавания себя. Вот как-то, не знаю, вот идет слово, да, как инфо-цыгане. Вот вам хочется верить в это? Ну верьте, то есть вам как будто бы разрешают. Но когда ты прекратишь играть в эти игры, и действительно возьмешься за ум, хочется сказать, то ты увидишь, что это уже у тебя есть. Вот как-то здесь что-то такое. И вы уже доросли до какого-то такого уровня. Хорошо. Посмотрим, что будет. Сори. Очень много говорю сегодня. Что будет происходить, независимо от ваших действий во внешнем мире. Что у вас будет происходить во внешнем мире, независимо от того, что вы делаете. Тройка пендаклей. Я не знаю, люди как работали, так и будут работать. И при этом зарабатывать деньги. То есть деньги, вот тройка пендаклей, король пендаклей, говорят как раз-таки о финансовой стороне вопроса, что во внешнем мире, независимо от того, что вы делаете, деньги есть. То есть если вы заморачиваете по поводу того, что у вас денег нет, то это просто потому, что вы их видите. А вы их не видите, где они находятся, потому что вы, ну логично, не принимаете ни восьмерку пендаклей, ни императрицу, ни отшельника. Но во внешнем мире, независимо от того, что вы делаете, присутствуют деньги, присутствует изобилие, присутствует богатство. Люди, безусловно, что-то новое строят, что-то новое создают. Что еще есть во внешнем мире? Ну вот опять четверка пендаклей. Смотрите, какая колода большая, и выпадает фендапливая масти на вас. Есть какая-то стабильность, есть определенная структура в материальном мире, независимо от того, что вы делаете. Есть определенный комфорт, изобилие. Ну почему нету коннектора? Ну давайте спрошу на всякий случай, почему вы это не видите? Это существует, независимо. Потому что вы не видите шансов. Ту спендаклей, счастливый аркан, везучий аркан второй, и аркан смерти. Потому что вам нужно как-то изменить свое отношение к деньгам, к материи. Отпустить, возможно, вы цепляетесь очень сильно. И в одном из раскладов я говорила уже о том, что когда мы за что-то цепляемся, это убегает от нас точно так же, как мы притягиваем то, что мы не хотим. Вот здесь как будто бы вы очень сильно цепляетесь за какие-то шансы, за какие-то возможности. Может быть, их ищете. Может быть, этот отшельник и говорит о том, что вы внутри себя ищете что-то. Что-то такое, я не знаю, идеальное. Может быть, ищете какой-то шанс, какую-то возможность. Здесь вам говорят о том, что вам нужно это отпустить. Потому что, если вы не отпустите по аркану смерти, вы не сможете заметить это. На что вам нужно переключить свое внимание? На движение, на движение по аркану колесницы, в чем вы должны совершить прорыв? Ну вот вы должны пойти в новое по шестерке мечей. Я, по-моему, в каком-то из раскладов, на прошлой неделе, по-моему, в среду был расклад. Я рассказывала по третьей позиции про шестерку мечей. Вот я очень хорошо помню про новый путь. Вот вам нужно пойти в этот новый путь. Вам нужно стать как будто бы, знаете, конкурентоспособным. Здесь дело в том, что вы не замечаете возможности, потому что вы делаете акцент на деньги, на материю. А вам нужно сделать акцент на движение. То есть не на зарабатывание денег как цель, либо на продажу своих каких-то услуг. А здесь нужно сделать акцент на само движение. По пятерке жезлов, знаете, и по аркану колесницы создать вот эту вот движуху, вот эту вот огненность, чтобы стать заметным, чтобы стать ярким. Здесь вот вы как будто бы погрязли в какую-то стабильность, бетонность, вот что-то такое, знаете, земля, когда какая-то вот утрабованная, она не мягкая, она какая-то твердая, она тяжелая. Вот здесь такое ощущается. Вам это нужно отпустить. Для того, чтобы что-то посеять, надо спахать. Когда ты вспахиваешь землю, она становится мягкой, она становится легкой. Вам вот этой мягкости, легкости не хватает, потому что вам не хватает огонька, вам не хватает движения. Вы кайфуете больше. Помните, я говорила по восьмерку пентаклей про удовольствие от процесса создания чего-то, то, что человек делает какую-то однообразную работу, но он при этом получает удовольствие. Вот здесь вот речь идет о том, что вы должны как будто бы в своем движении, в этой огненности получать удовольствие от какого-то мозгового шоу-штурма. Вы что-то новое придумаете, создаете. То есть вам вот этой энергии вам не хватает. Тогда вы ощущаете себя каким-то значимым, важным человеком. Статусно. Вот в этом состоянии вы сможете увидеть свою императрицу. Через профессиональную сферу. Не через достижение денег как таковых, а через, не знаю, хочется сказать, через какую-то полезность. Но эта полезность, она не должна быть с уклоном на финансы. То есть вот я делаю-делаю, да. Вот вроде бы я делаю полезные вещи, но меня никто не покупает. Нет, в этом я все равно присутствует очень глубоко. Вот этот вот смысл продаж, задел на деньги. А вам нужно, я не знаю, это вот какой-то азарт. Вот как в играх бывает, играете в настольных игр, кто первый победит, либо кто первый там дойдет к какой-то цели. Я не знаю, вот выигрыш, вот именно азарт. Причем, когда вы играете не на деньги, а просто играете. Вот вы кайфуете от этого азарта, от этой, о том, что вы находите в какой-то команде. Есть какая-то группа, команда, и вот каждый совершает какой-то свой шаг. совершает какие-то свои действия. И вот у вас есть азарт. Вы же не думаете о том, что вот я выиграю и получу какой-то приз, да, там, я не знаю, денежный. Нет, вам нравится сам процесс. Вы смеетесь. Вот вам вот этого не хватает. Вот этой вот движухи не хватает. Аркан звезды здесь говорит о том, что вот надежды, то есть, вы понимаете, вам нужно идти к своей цели. Но вы должны идти к этой цели не, как бы так сказать, не за делом на то, что я ее получу, а за делом на то, каким человеком я становлюсь на пути к этому. То есть, насколько я меняюсь, насколько вот эта вот жизнь меня наполняет, насколько это классно. Да, есть какой-то ориентир, потому что он вам помогает двигаться. Да, вы должны четко видеть, куда вы идете к этой цели, вот прям четко. Вы должны выбрать эту цель. Это очень важно. Я в одном из раскладов говорила для троечек, насколько важно выбрать. До тех пор, пока вы не выберете, вы будете колебаться, вы будете сомневаться. И поэтому вы не совершаете никакой прорыв. А здесь вы прорыв совершаете, потому что вы наполняетесь, у вас есть эта цель, вы горите этой целью, вы ее желаете, вы наполняетесь, вы придумаете. Здесь вот какой-то вот творческий порыв. Я говорю мозговой штурм, когда люди собираются, каждый говорит свою точку зрения, придумывает, как что-то можно улучшить. И вот это вот вас наполняет. И вот на этом окне, вот на этом ресурсе, вы получаете деньги. То есть деньги приходят к вам на достижение цели. Пока у вас нету цели, деньги к вам не придут. Потому что, ну что вы на эти деньги купите? Когда есть цель, вы горите. У вас появляется дополнительная энергия. И на эту энергию дополнительно к вам приходят деньги. То есть я стала говорить еще тише, потому что уже все. голоса нет. Так, вот такой, вот такая у меня была третья позиция. Так интересно, энергия разворачивается, начиная с первой позиции, когда говоришь о чем-то таком возвышенно-философском, и приходишь к третьей позиции, это более какое-то такое, практичное. Не знаю, мне очень нравится второе. я очень люблю не, как бы так сказать, не, скорее всего, я люблю Таро за те состояния, которые я проживаю сама, когда я делаю расклад. То есть я очень часто говорю о том, что, по сути, я делаю расклады для себя, не для людей. И в этом есть доля истины не в плане эгоизма, а в плане того, что когда я делаю расклад, я пропускаю через себя эти энергии. Они меня настолько наполняют, они меня настолько воодушевляют. Мне это, мне очень нравится как-то вот взаимодействовать с этими энергиями. Мне в этом вот прям комфортно. Я ощущаю себя вообще на другом абсолютно уровне. И вот как раз-таки в контекст третьей позиции, вот на этой энергии, когда я ее записываю, когда я ее переживаю, когда я ее ощущаю через себя и делюсь с вами, в конечном итоге вы получаете свою пользу, потому что вы слушаете меня, но первично я проживаю, я получаю удовольствие от того, что я делаю. И вот это вот удовольствие, не знаю, я как будто бы делюсь с вами вот этим удовольствием, которое выражается через информацию, которую вы слышите для себя и получаете какую-то пользу. И вот это вот как следствие, вот это вот ваша польза, она оборачивается в виде комментариев, в виде благодарности, в виде донатов, в виде, там, не знаю, того, что вы приходите на консультации, покупаете мои услуги. То есть это вот деньги, они, это конечная инвестанция. Чем больше удовольствия у меня от этого процесса, чем больше я излучаю этот свет, тем больше людей приходит, люди приходят вот на эту энергию. Они не приходят с целью того, чтобы купить какие-то мои услуги. Приходят с целью, чтобы, ну вот как-то услышать эту информацию, вот это вот удовольствие, эту энергию, которую я передаю. В некоторой степени, я это говорю сейчас и для себя, да, то есть вот это как будто бы информация для меня, но возможно она будет полезна, мысли вслух, да, можно она будет полезна и для вас. Кстати, я для себя сейчас словила инсайт через то, что сказала. Скорее всего, это бы информация была для меня. Но в любом случае, я благодарю вас. Ой, не знаю, это хорошо. Надеюсь, вы сможете почувствовать мое вот это вот состояние. Прям очень приятное, очень приятное. Да, новых раскладов, всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова